Нужно сделать на все, как бы и четырех, и пяти звездочный отель есть. Ну и именно этот отдых, он очень нас востребован. Эконом-класс, 18 домиков на три человека со свежим ремонтом. Нормально. До собственного пляжа минут 10-15 пешком к реке Анапка, прямой выход. Здесь планируют сделать лодочную станцию. Депутату Госдумы Сергею Боярскому показывают инфраструктуру культурно-оздоровительного комплекса «Премьера». Основной его профиль – детский отдых, который может сочетаться с различными процедурами. В спортивном зале также упражнения, как специальные, так и общеукрепляющие. Ребенок, зависимо от его подготовки, от возраста, он подходит и то есть соревнуется всех возрастов. Тут не надо делить, говорят. И вот он выполняет. Депутаты Госдумы выехали в регионы после принятия закона о курортном сборе в первом чтении. По словам Сергея Боярского, дискуссия была жаркой, поэтому в рамках региональной недели шел сбор информации для формирования пакета поправок ко второму чтению. Краснодарский край – один из пяти регионов, где их курортный сбор планируют ввести с 1 января 2018 года в пилотном режиме. Это не должно быть поголовное и единообразное введение одной и той же суммы. Это первое. А во-вторых, те деньги, которые будут собираться, должны оседать именно в тех муниципалитетах, которые будут его администрировать. Это вот два ключевых вопроса, которые в первоначальном варианте закона пока не учтены. По мнению Сергея Боярского, необходимо, чтобы курортный сбор стал не просто еще одним универсальным источником дохода, а проходил отдельной строкой и не учитывался в системе межбюджетных отношений. Причем отдыхающим должно быть понятно, на какие именно цели идут деньги. Итоговая задача – сформулировать поправки, которые должны быть точечными и максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон.